На моем канале довольно мало индийских рецептов. Помните, когда-то был рецепт карри из индейки и жареные отварные яйца? Я 10 лет путешествовал по Индии, повидал много разных уголков и всего интересного, попробовал различные блюда, но культовое блюдо, которое называется тика масала, оно должно быть на моем канале. Вы его можете повторить все сами, это несложный рецепт, сейчас посмотрите и будет реально бомба, бомба. В Индии тика масала делают из куриной грудки, я не знаю для чего, это такая жуткая вата, я взял голень, говорю, бедро без костей, без кожи, я буду использовать его. Здесь у меня 200 граммов йогурта, в которых я и буду мариновать курицу. Нарезаем произвольно, там любыми кусками, лучше всего, наверное, покрупнее, чтобы потом в процессе курица оставалась сочной. Убирайте, щупайте пальцами, убирайте лишние там всякие косточки, жилки. Все складываю в чашку, в которой уже лежит йогурт, ну, чтобы туда-сюда не переливать. Так, не щадя. Значит, сюда, в йогурт, я добавляю вот что. Обязательно соль. Соли должно быть достаточно, чтобы курица немножко подмариновалась, просолилась. Лимон. Ну, у меня здесь был кусок, вот смотрите, наверное, это где-то одна треть лимона примерно. Вот на пачку бедер, треть лимона выдавливаем. Паприка молотая, красная, сладкая, чайную ложку с горкой, зира молотая, пол чайной ложки с горкой, гарам масала. Если нету в обычных магазинах, а в обычных магазинах этой смеси специй нету точно, нужно заказать его в магазине индийских специй. Или заказать по интернету, и вам ее просто привезут. Не сразу, может быть там, через неделю, но тем не менее. Чайная ложка с горкой. Но для русского человека этот рецепт тоже рабочий, даже без гарам масала. Просто нужно, туда придется добавить. Можно в интернете набрать, из чего состоит гарам масала. Она, конечно, в разных частях Индии состоит из разных видов пряностей, но в общих чертах североиндийская, она на основе гвоздики. Поэтому туда придется добавить гвоздику, туда придется добавить кориандр. Вы можете посмотреть, докидать вот этих специй, вернее, пряностей, и все будет супер. Значит, дальше обязательно вот кусок, там, столовая ложка где-то должна, да, получиться у нас, имбиря, свежего имбиря. Он должен быть в виде пасты. Вообще в Индии везде продается паста из имбиря. Вообще в Индии везде продается паста из имбиря в баночках. И чесночная паста тоже. Чаще всего в этот рецепт они берут все из баночек, накидали и рады. Значит, чтобы сделать пасту, нужно натереть имбирь на терке и все. Все, натертый имбирь отправляем сюда, оп, к курице. Вместе с соком все-все-все-все-все сюда. Значит, пока у нас имбирь там... Можно, кстати, его с легкостью на этой стадии уже перемешать. Мало паприки. Красная должна быть. Чеснок. То же самое. Нужна паста, чтобы получилась паста. Быстрее всего на мелкой терке. О, поранил. Потер немножко с мясом будет. Мясо с мясом. Тоже где-то столовая ложка чесночной пасты или натертого чеснока. То есть здесь прям все по-настоящему. Чем больше чеснока и имбиря, тем вкуснее. Ну, нельзя там 3, да, столовые ложки чеснока. Но я про то, что одним зубчиком здесь не обойтись. Здесь прям должно быть многое. Все должно быть пряное, яркое. Все сюда. В общем, все, что прилипло к терке, все сюда. Далеко не убираю, потому что она мне еще понадобится. Ну и все. Теперь нужно все это тщательно перемешать. И дать курице постоять хотя бы минут 30. Соли не жалейте. Попробовали мало, добавьте еще. Курица маринованная в йогурте и вот в таком количестве специй. Вы ее даже без соуса, блин, у вас. Она уйдет. Главное, когда будете жарить, потом никому не давайте ее пробовать. Пока не сделаете соус. Все, курица стоит. Маринуется. Кто-то рекомендует там в холодильник ее поставить, там под пленку, еще что-то. В Индии особо никто не парится. В холодильнике она будет стоять или там в морозилке, или вообще просто на улице. Делаем быстро соус. Значит, доску я не мою, не подчеркиваю это. Чтобы, знаете, умники, которые там все время пишут, типа, блин, доску не помылся. Все это будет в термообработке. И мне пофиг. Нож там в мясе, в курице или еще что-нибудь. Сырого здесь у меня ничего нет. Значит, лук режем как попало. Луковица одна. Смотрите, имбирь. Я режу тоненькими пластинками. Лук отодвигаю. Плачу. Одновременно с этим. Имбирь режу тонкой соломкой. Имбирь в другую кучку. Имбиря это немного. То есть здесь имбиря должно быть прям достаточно. У меня лежит еще хвостик один, я быстренько его. Сейчас я приходую. Режем как попало, потому что потом это будет все превращено в однородную массу. Сейчас нам важно набрать лишь количество. А качество будет позже. Здесь у нас должно пойти в ход. Сливочное масло. Это обязательно. В Индии очень много едят сливочного масла. Прям столовая ложка. Сюда сразу же лук. Чеснок. Имбирь. Начинаем все обжаривать. Как только имбирь, чеснок, лук слегка спассеровались, не готовлю до полной готовности, да? Сюда нужно добавить сразу же... Ой, нос чешется. Остальные ингредиенты. Ну, не совсем остальные. Вот смотрите, у меня здесь раз, два, три, четыре, пять перчиков пири-пири, которые прислал мне, я еще в прошлом ролике говорил, мой подписчик с Мадагаскара. Значит, я обязательно чили. Любой можете использовать. У меня был острый этот. Этот. Есть каенский перец. Пол чайной ложки каенского перца. Если он слишком острый, значит на кончике. Потом сюда же отправляем почти полную ложку зиры. В соусе меньше гарам масалы, поэтому гарам масалы в этом случае будет у нас пол чайной ложки. Пол чайной ложки куркумы. Кардамон на кончике ложки. Чайный, на кончике прям. Кардамон такая пряность. Не нужно с ней баловаться. Сейчас я немножко отставлю. Так, корица на кончике ложки. Корица на кончике ложки. Чайной ложки. Обязательно пол чайной ложки молотого кориандра. У меня кориандр привезенный прямо из Индии. возвращаем все это, начинаем все обжаривать. Обжариваем только лишь для того, чтобы раскрылись специи. Теперь добавляем сюда томаты. томаты в собственном соку. У меня здесь рубленые были дома. Можно цельные, неважно. Главное, чтобы это были томаты консервированные. Вообще, в Индии добавляют томатную пасту, но без томатной пасты, а с томатами в собственном соку получается гораздо вкуснее. Значит, слегка спассировали томаты и добавляем в воду. Я обычно всегда мою баночку, в которой были томаты, для того, чтобы ничего не пропадало даром. Томатов у меня было полбанки, и столько же я доливаю воды. Соус должен быть в меру густой, в меру жидкий. Все, ставим самый медленный огонь. Тушим томаты вместе с пряностями 5-7 минут, ну, в зависимости от того. Они там сильно не перетушатся. Пусть пока булькает. За это время нужно быстренько насадить курицу на шпажки. Можно, конечно, это все обжарить на сковороде, но в духовке вкуснее. Духовка у меня разогрета на 230. Ну, в общем, как всегда. Я, наверное, должен говорить фразу. Духовка разогрета, как всегда. Я все делаю на максималке. Значит, быстренько я все это на шпажке. Оп! Все, шашлычки у нас готовы. Значит, много йогурта, ничего страшного, все стечет, все здесь будет как бы в ажуре. Ставлю на самый верх, на самую максимальную температуру, буквально на 15 минут, больше не надо. Мы потом это еще с соусом доварим чуть-чуть, поэтому пусть они на максимальной температуре схватятся хорошенько. Так, возвращаемся к соусу. Смотрите, соус протушился. Да, помните, как в фильме «Пряности и страсти» про индийского повара он говорил, вы, европейцы, добавляете специи, а мы их сыплем. Вот здесь примерно то же самое. Соли-то нету. Теперь все это в блендер. Сюда перекладываю соус. Был недавно вот же в гостях у мамы, в Красноярске, представляете? Спустя два года сам лично подписал ее на свой канал. Так вот бывает. Когда редко видишься с мамой. Просто у нее не было нормального телефона, там смартфона, да, такого. Она все время говорила, зачем мне смартфон, что это, деньги трати зря. Сейчас появился, она такая, о, нормальная тема. Крышечку закрываем. До однородного состояния взбиваем. Однородное пюре, соус готов. Вот так. Теперь возвращаем все это на медленный огонь. Получается вот такой пряный, густой, в меру жидкий, в меру густой, соус тика масала. Масала. Слово, означающее, ну, наверное, аналог такой, да, сунели в грузинском языке, означающий смесь. Есть вот тика масала, есть отдельно чикин масала, есть масала ти для чая, фиш масала, мутон масала с бараниной. О, вот перчик разбился, острота пошла. Тика масала должна быть, знаете, в меру острой. Вот, острота активная, но она быстро проходит. Так, пора доставать. Ну, вернее так, вот смотрите, я ставлю сковородку обратно на плиту, на огонь. Достаю курицу. Курица слегка подрумянилась. Но она дала много воды. Здесь и йогурт дал воду, и сама курица, потому что, ну, покупная, магазинная, да, тут, конечно, с этим не поспоришь. Значит, что делаем? В соус в этот, перед закладкой курицы, нужно добавить сливки. Сливки у меня 20-ти процентные, я добавляю сюда, знаете, небольшое количество, для того, чтобы сделать этот соус более сливочным. Ну, вот так должно быть. Это все, соответственно, по рецептуре. Так и есть. Как только у нас соус стал сливочным, побелел, не побелел, а стал на пару тонов светлее. Во-первых, от молока уходит лишняя острота, во-вторых, вот она. Эх. Так. Уменьшаем. И отправляем сюда курицу. Ммм. Ммм. Блин, как же это вкусно. И все, если вот даже вдруг курица бывает такое, что поторопились, чуть-чуть там не доготовилось. Не переживайте. Потому что она доготовится вот здесь. Так, вот эту курочку вот так вот перемешиваем в этом соусе, перемешиваем ее. Остатки все снимаем. Быстро-быстро. Значит, если вдруг вы понимаете, что соус недостаточно жидкий, можно вот жидкость вот отсюда с противня взять и добавить туда. Вообще тут достаточно всего. Сам соус не должен быть жидкий, он должен быть густой. Для того, чтобы его удобно было есть лепешкой, для того, чтобы удобно было есть руками, знаете, чтобы он прилипал к курице. В общем, смотрите, это соусное блюдо. Здесь должна быть не только курица, но еще и соусок. Подавать обязательно с рисом, тем более, если вдруг так оказалось, что соус получился острым, не рассчитали там, чили перчик и так далее, рис оттягивает. Видите, здесь рис, здесь курица с соусом. Посыпать обязательно кинзой. Обязательно кинза в индийской кухне, как и в китайской, там номер один. На рис посыпали кинзу. Мы это не украшаем. Мы кинзу здесь, в этом случае, добавляем как элемент блюда. Блюдо готово, пробовать я не буду. Почему? Потому что я тороплюсь, а вы приготовьте, попробуйте. Пока!